Привет! В этом видео мы расскажем о фоторюкзаке Nomatic Luma Camera Pack объемом 18 литров. Если вы смотрите нас впервые, обязательно подписывайтесь и не пропускайте интересный и полезный контент. Внешняя ткань – полимер плотностью 900 ДНЕ с нейлоновой тесьмой и влагоотталкивающей пропиткой. Внутренняя – полиэстер. Все молнии YKK с защитой от попадания влаги, но не аквагард. Доступно несколько цветов – классический черный, светло-серый, оранжево-коричневый и мятный. Все замечательные, но самым практичным, что логично, будет черный. Спинка и лямки с мягкими сетчатыми вставками. Также предусмотрена стропа для фиксации на ручке чемодана. Есть нагрудный ремешок, который можно регулировать по высоте. И также здесь у нас достаточно удобная ручка для транспортировки рюкзака. Также в комплекте идет ремешок для фиксации, например, штатива или какого-нибудь коврика для йоги. Возможно, какого-нибудь монопода или стойки для света. Он регулируется, то есть можно спокойно его закрепить где угодно. Здесь у нас есть стропы, что для крепления дополнительных аксессуаров, что для крепления этого ремешка. И, собственно, для того, чтобы закрепить здесь штатив, предусмотрен вот такой небольшой выступающий кармашек. Сюда ставится одна из ног штатива или в случае с моноподом его одна нога. И остальная часть фиксируется вот этим ремешком. И так можно объемные вещи переносить. Сбоку есть также расширяемый отсек для бутылки с водой, куда тоже можно спрятать штатив. И из-за того, что здесь есть точки для крепления этого комплектного ремешка с разных сторон, можно будет его закрепить и там. Ну и помимо ремешка с рюкзаком идут внутренние разделители. Они достаточно тонкие, поэтому много места не отнимают. С рюкзаком идут два разделителя. Один левый, другой правый. Три маленьких разделителя и одна полка на всю ширину. Модель, как и вся серия Luma, была разработана в сотрудничестве с фотографом Питером Маккиненом. Ранее в коллаборации выходили более профессиональные модели. А Luma — это серия для стрит-фотографов, начинающих, тем, кому не нужны большие рюкзаки. Или оно маленькое какое-то оборудование. В общем, такая народная серия, которая подойдет большинству. Ну и она больше заточена под молодежь. Все-таки яркие цвета, такие минималистичные рюкзаки-сумки. Выглядит действительно здорово. Сбоку есть доступ к камере или другим вещам, которые могут располагаться фактически на дне рюкзака. Ну или зависит от того, как вы там полки эти все расположите. Очень удобно. И достаточно скинуть одну лямку, и вы сразу получаете доступ к вещам. Сверху небольшой карман, который закрывается на молнию с мягкой тканью внутри. Можно спрятать смартфон, какие-то линзы. В общем, все то, что не должно поцарапаться. Очки сюда тоже можно без проблем положить, потому что предметы внутри рюкзака никак не должны на них давить. Также сбоку у нас есть доступ к верхней части рюкзака. И здесь у нас, если установлена полка, то это пространство можно использовать, опять же, либо для какой-то камеры с большим объективом, которую неудобно доставать, например, через боковое отсек, или не хочется открывать основное пространство рюкзака, либо использовать для каких-то повседневных вещей, вроде кофту бросить в ветровку, если вы на съемках и в руках таскать ее не хотите. Отсек для ноутбука обособленный. Помещаются лэптопы с диагональю до 16 дюймов, за основу берут Macbook, поэтому совместимость с Windows ноутбуками, особенно массивными, лучше проверять отдельно. Лично можете прийти в магазин и со своим девайсом, и проверить, поместится он в этот отсек или нет. Ну и основное пространство. На спинке у нас два сетчатых кармана на молнии для аксессуаров, один из которых разделен на две части, прекрасно помещаются жесткие диски, флешки, всякая мелочевка, можно друг от друга это отделить. Для фотоаппарата, линз, дрона и прочих аксессуаров основное пространство с разделителями, которые позволяют организовать все под себя. Верхняя полка, как я уже сказал, выступает своеобразным разделителем между техникой и личными вещами, но ее всегда можно убрать. Мне нравится, что за последние несколько лет появилось много фоторюкзаков, которые не похожи на фоторюкзаки. Во-первых, это красиво, во-вторых, это дополнительная безопасность, например, в туристических местах. Недобросовестные люди в первую очередь обращают внимание на знакомые фоторюкзаки, из которых можно вытащить что-то дорогое. Когда рюкзак таким не кажется, шансов сохранить вещи куда больше. В описании вы найдете ссылки на наш магазин, наличие всех товаров проверяйте там. Если рюкзаки закончились, подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить поставку. В комментарии можете написать, что думаете про серию на мать клума и про какие модели нужно рассказать на канале. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok